На термометре минус 5. На Уводе неподалеку от моста на улице Павла Большевикова с десяток рыбаков. Недавние морозы под 40 придают им уверенности в крепости льда. Промоин, которые уже видны невооруженным глазом, любители землеловли будь-то не замечают. На любой речке, на каждой акватории есть такие места, где после мороза уже майны образуются. Здесь вот я смотрю, уже промоин образовался. Так что будьте аккуратны, соблюдайте меры безопасности, осторожности. Естественно. МЧС просто предупреждает. А вот сотрудники администрации совместно с полицией составляют протоколы об административном правонарушении. Как раз в районе спуска к реке стоит знак, что выход на лед запрещен. Николай поясняет, предупреждающий аншлаги только у моста, а не вдоль всей реки. На нет и запрета нет. Вот мне сейчас утверждает администрация, что поставлен знак вон там и вон там. Смотрите, я там не живу, представляете. Я там не бываю. Зачем я, если там проезжаю, на троллейбусе проезжаю. Я вот живу на 11-й, вот 8-й, 9-й, 10-й, 11-й. Вот я отсюда пришел. Вы тогда, значит, перед каждой улицей поставьте знак, что запрещено на лед заходить. Во-первых, радио слушаю, мне что-то не говорили, что запрещено на лед заходить. Я знаю, что было запрещено по первому льду, когда было запрещено, вот плохое это, с условием, что был дождь, все такое прочее. Ну вот это. Вот на Хареньке один человек утонул. Тут же мужчина демонстрирует толщину льда. Не меньше 50 сантиметров. Выдержит ни одного человека. Однако даже при такой видимой надежности о безопасности забывать нельзя. Каждый любитель зимней рыбалки должен четко знать, как он будет действовать в случае беды. Чаще всего я встречал, кто-то обматывается веревкой, берет с собой веревку. Тем более, если кто-то идет вдвоем с кем-то, они уже как бы между собой договариваются и страхуют друг друга вот этой самой веревкой. Кто-то провдевает в рукава веревку с гвоздями, чтобы втыкать гвозди и вылезать потом из промойны. Все составленные за этот рейд протоколы рассмотрит административная комиссия. Рыбакам грозит штраф от 700 до 1000 рублей. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.